уважаемые коллеги добрый день 12.00 мы начинаем наш вебинар если кто-то присоединится попозже то приходит запись вебинара будет поэтому если у кого-то вдруг не получится сейчас посмотреть то запись будет предоставлена попозже она будет опубликована в ленте нашего портала news.websoft.ru я надеюсь меня хорошо слышно меня зовут александр суровцев сегодня мы с вами посмотрим рассмотрим некоторые доработки которые появились в релизе третьего квартала websoft hcm если вы еще не привыкли то это новое название web tutor нужно привыкать мы посмотрим к сожалению мы не сможем посмотреть все доработки потому что их много мы просто не уложимся по времени мы рассмотрим основные те которые наверное будут вам интересно в первую очередь все доработки все новинки которые выходят в релиз они публикуются на нашем портале вы легко сможете найти их описание я сейчас в чат продублирую ссылку на этот раздел и если у вас останутся вопросы или вы захотите почитать о чем-то более подробно то вот по этой ссылочке проследуйте все все доработки описаны там начинаем основные возможности основные модули кавка которые в себя включает websoft hcm михаил к сожалению михаил нет звук но я так понимаю остальных есть коллеги напишите пожалуйста в чат есть и не будем долго здесь останавливаться переходим сразу в общем-то к нашему списку изменений вот тот самый раздел о котором я сказал здесь вы сможете найти полное описание наших доработок раздел находится в блоке база знаний если вы отсортируете отображение статей по версиям то вы как раз увидите список доработок по всем версиям в том числе в самом низу вы видите описание доработок для релиза третьего квартала идем дальше коллеги ну если у кого-то нет звука ну наверное придется посмотреть запись к сожалению иногда это бывает из-за настроек сети настроек прокси сервера здесь наверно быстро ничего не поделать попробуйте использовать другой браузер переходим собственно к предметной области у нас как вы знаете веб-тютор позволяет проводить вебинары модуль учебный центр позволяет проводить вебинары с помощью встроенных средств сейчас это виртуальный класс виртуальный класс и вот наверное концу года у нас будет выйдет в релиз виртуальный класс 3.0 который использует который работает без технологии флэш и это штатные средства веб-тютор которые в общем то вы знаете и наверное их используете и знаете их возможности помимо этого веб-тютор позволяет настраивать интеграцию с платформой вебинару о которой вы тоже знаете и сейчас в этом релизе появилась возможность интегрироваться с мессенджером teams мы уже внутри компании успели оценить достоинства этого вот в частности мы сейчас проводим обучение для администраторов websoft hcm и один раз пришлось использовать teams как запасной канал у нас у преподавателя возникли некоторые трудности с устройством звуковым на компьютере и вот мы быстренько перешли в teams как это выглядит настройки в принципе для того чтобы использовать вот эту работу с teams настроек в веб-софт hcm нужно выполнить не так много они не сложно их немного то есть в режиме реального времени если например возникает возникают какие-то неполадки преподаватели в карточке вебинара переключает выбирая другую систему вебинаров и все с этого момента можно использовать уже teams то есть вот именно со стороны websoft hcm все достаточно просто для того чтобы для того чтобы все это в принципе работало у организатора вебинара должна быть учетная запись в teams для пользователей которые присоединяются как как участники наличие учетной записи teams не обязательно они могут входить с помощью гостевого доступа использовать гостевой доступ в том числе гостевой доступ может работать через браузер им не обязательно иметь установленные установленный teams установленное приложение teams на компьютере но если она есть то она будет работать какие еще плюсы если мы начинаем использовать систему вебинаров с teams то при создании мероприятия мероприятия в веб-софт hcm пользователям участникам мероприятия будет отправлено уведомление которое появится в календаре outlook календаре teams уведомление это выглядит стандартным ну как стандартная приглашал к навстречу в алтуке и там будет будет ссылка на вход вот в этот наш вебинар по данным от microsoft вот эта конференция team сможет включать себя до 200 пользователей то есть вполне реально мы мы проверяли на 60 пользователях работает все все отлично вот по информации от microsoft если пользователей до 200 то все должно работать хорошо пользователи могут подключаться в комнату как это выглядит давайте посмотрим следующий слайд вот здесь мы как раз видим 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 карточку вебинаров карточку вебинара teams карточку системы вебинаров которые нам необходимо внести вот эти настройки для того чтобы интеграция заработала в качестве настроек у нас всего три параметра client айди клиент секрет и тенант но это некий айдишники которые знает владелец владелец сервиса teams в нашем случае это системные администраторы и вот он собственно может их передать администратору вебсофт hcm и их необходимо сюда внести после того как настроена карточка системы вебинаров нам остается только в самом вебинаре выбрать систему вебинаров teams и все с этого момента можно подключаться в вебинар если предусмотрено ну если указана дата и время проведения вебинара то пользователю будет отправлено письмо со ссылкой будет сформировано событие события в календарь аутлук или в календаре teams вот так оно выглядит вот да это реальное уведомление которое которое вот мы его отправлено нашим участникам нашего обучения здесь достаточно много так оно выглядит как вы видите есть ссылка по которой пользователи легко могут перейти в мероприятие кроме того войти в мероприятие teams можно из портала вебсофт hcm если мы нажмем кнопку войти в вебинар стандартную кнопку нашей карточки вебинаров то пользователь попадет опять же в мероприятие которое проводится уже в teams вот так выглядит гостевой вход это то о чем я сказал не не обязательно участникам мероприятия иметь учетную запись в teams им достаточно будет ввести свое имя чтобы попасть в комнату ну так работают большинство мессенджеров данные это не секрет здесь ничего сложного нет и вот так работает моем случае teams в браузере здесь уже мы немножко обсуждая функционал именно teams но плюсов вот работа в браузере такие что если опять же необходимо экстренно переключиться на этот резервный запасной канал или у пользователя нет приложения teams то пожалуйста очень быстро и легко можно организовать связь с каким-либо участником наверное это будет работа интеграция steam она не может полностью заменить виртуальный класс который есть в веб-софт hcm потому что в частности если вы в мероприятии проводится в teams то в софт hcm никак не узнает кто посещал мероприятие кто не посещал если пользователь зашел по ссылке из календаря аутлук то софт hcm не появятся данные о присутствии но в ряде случаев работа с тимс наверное будет удобно например если у нас какие-то собеседование с внешними кандидатами ну мероприятия с внешними участниками для которых не требуется учет вот в принципе этот инструмент вполне может быть полезен идем дальше против этим проговорили доработанный редактор страниц мы продолжаем развивать наш редактор страниц мы хотим видим в нем такую хороший инструмент который в будущем поможет пользователям веб-тютер веб-софт hcm создавать свои собственные дизайны свои собственные страницы и в этом релизе третьего квартала появились появился ряд виджетов которые можно использовать в редакторе страницы которые наверное вам позволят все таки портал сделать более кастомизированным который портал будет отвечать более будет более отвечать вашим требованиям если кто-то не знает что такое редактор страниц то я очень коротко напомню редактор страниц это функционал который позволяет создавать странички из неких примитивов из виджетов и эти странички могут кардинально отличаться от того что сейчас идет стандартной поставки в софт hcm то есть как мы знаем у нас сейчас есть некий дизайн дизайн портала который работает там для всех его стиле применяются практически для всех карточек и шаблонов портала и здесь поделать что-то с этими стилями очень сложно либо требуется там серьезная верстка либо вообще лучше не лазить например в карточку какого-нибудь электронного курса вот редактор страниц позволяет отказаться от этой идеологии и он позволяет создавать карточки для любых объектов практически в любой их конфигурации карточки создаются из вот этих примитивов или виджетов сейчас мы на этом слайде видим как раз страничку которая создана в редакторе страниц эта страничка создана для вот как раз обучение администраторов в софт hcm она состоит из нескольких блоков виджетов вверху шапка есть центральная часть в которой отображается некий список с иерархией в левой части отображается меню в правой части отображается ряд показателей и кнопка с удаленным действием это если коротко о редакторе страниц у нас с вами будет отдельный вебинар по редактору страниц на нем мы рассмотрим как он работает и что там можно делать но если вы им уже пользуетесь то последующая информация она будет для вас весьма полезна новые виджеты которые появились в редакторе страниц ну основные основные изменения это слайдер который собственно позволяет настраивать слайдер и и компоновать его исходя из ваших предпочтений он по сути похож на слайдер который идет в поставке но у него более у него больше настроек он должен настраивать он может настраиваться более гибко его можно использовать в редакторе страниц календарь мероприятий который внешне очень похож на тот календарь мероприятий опять же который идет в поставке ивент календарь но это именно виджет опять же для редактора страниц который обладает своими настройками виджеты процессы виджет рейтинг мы все это дальше рассмотрим немножко подробнее виджет слайдер начнем с него вот на этом слайде мы видим окно редактора страниц которое позволяет нам работать с параметрами виджета слайдер сам виджет отображается слева я его перед нашей встречей ну создал простой простой пример чтобы было понятно а в правой части мы видим мы видим окошко с параметрами которые мы можем изменять в зависимости от того что мы указываем в этих параметрах у нас наш виджет отображается тем или иным способом например я могу добавить любую картинку могу добавить несколько картинок могу указать какие-то размеры указать ссылки указать цвет кнопок и так далее то есть таким образом настраивается виджет подобным образом схема настройки виджетов она для всех типов виджетов примерно одинаково на этом слайдере на этом слайдере я как раз хотел показать как это делается ну в качестве примера после того как мы настроили слайдер мы можем с вами посмотреть как это будет выглядеть на портале вот например на этой странице вот видна виден простой пример страницы который я сверстал в редакторе страниц эта страничка содержит как раз тот самый слайдер который вот я таким образом настроил указал для него заголовок дистанционное обучение указал цвет кнопки указал текст кнопки и указал такую картинку редактор страниц он доступен в начиная начиная с релиза второго квартала он доступен при стандартной поставки вебтютер это не отдельный модуль он открывается на портале если вы введете ссылку определенного рода ну давайте я попозже наверное в чат ее продублирую чтобы сейчас не отвлекаться вы можете найти ну эту ссылку в нашей в нашей документации на нашем портале в том самом разделе который я чуть раньше вот ссылочку присылал либо я вам напишу в чат как ее открыть переходим дальше следующий виджет календарь мероприятий вот так он выглядит я опять же добавил его под слайдер чтобы было понятно что с ним можно делать календарь мероприятий обладает так же как и все виджеты в редакторе страниц рядом параметров которые позволяют менять его внешний вид менять его тему в данном случае я использовал белый светлую тему но при необходимости ее можно изменить можно выбрать темную тему можно настроить именно стиль отображения будет ли это отображаться неделя месяц или день и само собой наверное не всегда удобно эту информацию отображать на портале в статическом виде нам необходимо чтобы сами мероприятия у нас подтягивались из базы из списка мероприятий для этого в виджете мы можем использовать выборку выборку мероприятий подключить ее в редакторе страниц очень просто ее просто нужно выбрать из списка мы попозже на это подробнее посмотрим как это делается мы проговорим про выборки но тем не менее вот такую страницу можно скомпоновать из нескольких виджетов сейчас мы видим два из них это слайдер и календарь идем дальше виджет процесс позволяет нам описать нарисовать скажем так какой-то бизнес процесс здесь я включил всего три шага в этот процесс начало, середина и конец но он может быть и более сложным то есть этот виджет позволяет нам добавить на нашу страничку какую-то графическую схему графическую информацию и идем дальше виджет рейтинг если вы посмотрите в нижнюю часть экрана то вы увидите эти пять звездочек к которым мы уже привыкли на других сайтах на каких-нибудь интернет-магазинах это виджет рейтинг он позволяет отображать рейтинг для какого-нибудь объекта например в данном случае я его использовал для некой статьи также этот рейтинг можно прикреплять к электронному курсу к разделу портала ну в общем по сути к любому объекту на портале этот виджет должен использовать выборку из базы его нельзя заполнять вручную то есть эта информация должна извлекаться из базы каким-то образом например на основании лайков или каких-то других показателей ну тем не менее страничку можно оформить таким образом александр редактор страниц доступен в последних версиях вебсофт hcm его не нужно устанавливать отдельно его необходимо открыть на портале введя ссылку определенного типа эту ссылку ну я попрошу коллег моих продублировать в чат либо вы можете найти ее в документации в разделе редактор страниц здесь про виджеты для редактора страниц мы пока заканчиваем безусловно в самом редакторе страниц страниц их гораздо больше в этой версии рекомендуем вам познакомиться с редактором страниц потому что это наверное такой замечательный инструмент который позволит вам создать уникальный дизайн портала без помощи верстальщика без помощи программистов без помощи веб-дизайнеров напоминаю что у нас будет отдельный вебинар по этой теме мы посмотрим как это работает идем дальше мы посмотрели новые виджеты которые доступны в редакторе страниц но как я сказал виджеты могут быть как статичными так и динамическими статичные это когда мы просто на портал в редакторе страниц вводим какой-то список например и у нас эта страничка эта информация хранится на этой страничке и доступна но очень часто бывает так чтобы информация нам нужно чтобы информация подтягивалась из базы и для этого к любому виджету мы можем подключить выборку виджет может быть любым это может быть универсальный список либо календарь мероприятия и так далее если вы давно работаете с веб-софт hcm то вы конечно знаете что такое выборка выборка это некий объект который расположен блоки дизайнер ну их там достаточно много они используются для разных шаблонов для разных случаев жизни и в том числе эти выборки можно использовать и для виджетов редактора страниц но не все и сейчас мы пошли по тому пути когда мы делаем специальные выборки для виджетов редактора страниц и сейчас мы о них немножко поговорим поговорим более подробно есть есть четыре типа объекта для которых появились новые выборки первый объект это объект сотрудник для объекта для сотрудника мы можем использовать вот эти выборки которые видны на нашем слайде это группы завершенные курсы завершенные тесты заявки квалификации назначены курсы и тесты то есть по сути мы можем с помощью опять же редактора страниц и какого-то виджета в нем вытащить информацию о том в какие группы входит сотрудник какие курсы были им пройдены назначенные курсы и тесты всю эту операцию мы можем проделать по сути в несколько кликов нам нужно зайти в редактор страниц выбрать нужный нам виджет например универсальный список и в этом видете выбрать вот уже готовую выборку все эти выборки они уже идут в релизе если вы обновите websoft.hcm то они у вас появятся вам необходимо будет просто найти их поиском и выбрать то есть подытоживая вышесказанное мы можем создать некую карточку сотрудника в которой будет отображаться вот такая информация таким образом мы можем если есть такая необходимость мы можем отказаться от личного кабинета который сейчас работает на портале да нам привычный знакомый и сделать свой личный кабинет в котором будет отображаться эта информация дизайн для этого личного кабинета вы можете настроить достаточно гибко и будет очень неплохо аналогично предусмотрены наборы выборок для кадрового резерва то есть вы можете с помощью редактора страниц настроить создать страничку для кадрового резерва где будут где можно куда можно вытащить вот такие данные варианты оценки эффективности основания для исключения из резерва потенциала развития список задач список кадровых резервов список сотрудников с задачами и типы кадрового резерва то есть вы можете скажем так для модуля развития карьеры сделать свой интерфейс на портале который будет отвечать вашим требованиям и пожеланиям следующий объект это раздел портала сейчас ну вы наверное умеете работать с разделами портала в принципе да вы знаете как их разместить на портале но вы знаете что если нужно сделать что-то красивое уникальное то придется писать HTML код там может быть даже делать не раздел портала а какой-нибудь подключать несложный HTML шаблон и в нем писать какую-то разметку на языке HTML опять же редактор страниц позволяет сделать свой кастомный раздел портала который который может обладать практически любыми возможностями и с помощью выборок которые предусмотрены для раздела портала вы можете извлекать информацию из базы то есть мы здесь видим три выборки объекты подразделы и файлы по сути это по сути это та информация которая нам нужна для извлечения текстовый блок вы можете добавить с помощью соответствующего виджета в редакторе страницы будет абсолютно другая страничка не похожая на то что сейчас является стандартным разделом портала websoft.hcm и последний объект для которого нами реализованы выборки этот объект называется электронный курс эти выборки позволяют нам отображать извлекать из базы заявки истории обучения материалы к курсу подчиненные информацию подчиненных сотрудников которые проходили курсы и файлы которые прикреплены к курсу опять же говоря простым языком используя эти выборки мы можем создать свою кастомную карточку электронного курса которая будет в принципе работать для всех курсов если есть такая необходимость и ваш портал станет уникальным Ольга да эти странички создаваемые в редакторе страниц они адаптивны они работают для всех устройств поэтому здесь проблем нет они состоят по сути они состоят из примитивов которые адаптируются к экрану мобильного устройства вот такие новости у нас в отношении редактора страниц он будет развиваться и в следующем квартале нам будет о чем рассказать мы считаем что это будет отличная замена стандартному дизайну мы хотим чтобы пользователи его использовали как некий конструктор интерфейсов чтобы это не требовало серьезных навыков верстки либо программирования вот в заключение чтобы не быть голословным очень простой пример который в котором я взял открыл редактор страниц взял виджет универсальный список и взял выборку которая называется личный кабинет назначенные тесты все это я сделал на нашем портале news.webs.ru и вот у меня сходу получилось отобразить все тесты которые были мне назначены как видите отображается все достаточно аккуратно внешний вид как размеры этих тайлов наличие картинок цвета шрифта цвета кнопок они все регулируются с помощью настроек поэтому это это может быть любая форма отображения которая вам понравится и еще такой момент о котором хотелось бы сказать он тоже относится к редактору страниц ну по крайней мере он наверняка вам пригодится в редакторе страниц у нас как бы появилась возможность создания выборок с помощью конструктора с помощью некого конструктора она была и очень она была ранее эта возможность уже была ранее в websoft.hcm но назвать ее конструктором на сто процентов было нельзя теперь наверное можно так сделать можно назвать опять же если вы когда-нибудь знакомились с карточкой выборки вы наверное видели что здесь в карточке выборки можно было выбрать условия формирования конструктор вот в верхней части карточки вы видите радио баттон который называется конструктор и выбрать каталог из которого необходимо извлекать данные то есть это работало как как настраиваемый отчет вы выбираете каталог выбираете какие данные вам нужно извлечь и они извлекаются но именно для работы в редакторе страниц необходимо было чтобы в карточку выборки подставлялись еще и поля результатов вот они в нижней части присутствуют и раньше раньше они автоматически не подставлялись выборку без полей результатов нельзя было использовать в редакторе страниц в релизе третьего квартала эта ситуация изменилась вот эти поля результатов они формируются автоматически и таким образом если мы используем редактор страниц и нам требуется какая-то выборка мы можем ее создать с помощью опять же конструктора который теперь действительно является конструктором и эту выборку использовать в редакторе страниц как это делается мы посмотрим на отдельном занятии по редактору страниц но тем не менее если вдруг нам не хватает тех выборок которые мы посмотрели вот на нескольких слайдах чуть ранее мы можем создать свою выборку она может быть простая может быть сложная но тем не менее мы можем ее создать без программирования и использовать ее для любого виджета редактора страниц такая возможность получилась и появилась и здесь теперь не требуется для того чтобы создавать свои интерфейсы если нам не хватает каких-то выборок мы можем ее сформировать с помощью конструктора здесь не требуется навыков программирования то есть это может сделать администратор веб-софт HCM такая дополнительная приятная возможность Райнор ну очень похоже с точки зрения интерфейса да оболочка практически одна и та же но разница в возможностях есть существенная по сравнению с курсабом онлайн то есть редактор страницы курсаб онлайн ну у них у редактора страниц возможностей больше и мы это посмотрим на следующем вебинаре ну не следующем там а позже Андрей доступ нужен там нужно предоставить доступ к редактору страниц в карточке пользователя если вы откроете свою карточку пользователя перейдете в раздел редактор контента то там нужно выбрать параметры доступа к типу страниц и тогда вы эту ссылку откроете на портале идем дальше возвращаемся к виртуальному классу интеграцию стимс мы уже увидели теперь смотрим что же у нас в нашем виртуальном классе появилось ну во первых мы сегодняшнее наше занятие проводим в новом виртуальном классе достаточно удобно его использовать кое-что будет доработано к концу года например сейчас в виртуальном классе нет записи но этот вопрос сейчас как раз находится в разработке запись появится все наши мероприятия все наши обучения все наши презентации мы сейчас проводим в виртуальном классе и большая часть его функции она работает она доступна она работает с этим все хорошо тем не менее появляются новые возможности например появилась возможность изменять права доступа пользователя то есть сейчас в нашем вебинаре я являюсь ведущим но если вдруг понадобится я на лету могу сделать ведущим любого человека либо просто предоставить ему микрофон либо забрать у него полномочия то есть если человек был ведущим и мне необходимо забрать у него права я могу это сделать прямо отсюда из карточки вебинара мне не нужно идти в карточку вебинара в админке и там что-то в ней менять появилась возможность создавать задания преподаватель может создать задание прямо прямо в самом вебинаре опять же не нужно предварительно в админке формировать эти задания чтобы потом их отсюда назначить нет мы можем создать новое задание либо использовать готовое для того чтобы создать задание нам нужно ввести заголовок текст и добавить файлы и это задание мы можем назначить для выполнения участником нашего вебинара это можно сделать вот сейчас на этом скриншоте мы видим как это выглядит со стороны преподавателя как он может создать это задание преподаватель может назначить задание и при этом указать время на его выполнение указать время на его выполнение время указывается в минутах мы можем преподаватель может его изменять ну и соответственно после того как он выбрал необходимый параметр преподаватель назначает задание участником вебинара как вы знаете как вы наверное видели из поста который Алексей Корольков уже опубликовал пользователи могут быть разделены на комнаты и преподаватель может назначать задание разным группам пользователей которые находятся в этих комнатах ну наверное в классическом варианте это какая-нибудь какое-нибудь исследование где есть контрольная группа есть там группа для исследования одним мы назначаем одно задание другим другое задание ну так например можно использовать и вот как видит задание пользователь который участвует в вебинаре который является простым участником ему приходит такая форма он что-то он видит текст который преподаватель написал он видит файл который прикреплен и пользователь должен дать ответ в течение какого-то времени соответственно после того как ответ предоставлен задание отправляется пользователем на проверку и уже вот так видит преподаватель задание которое пришло ему на проверку он видит ответ пользователя он преподаватель может указать оценку может подтвердить выполнение задания может нажать кнопку не пройден может вернуть на доработку то есть таким образом если пользователь выполнял задание то преподаватель может вполне вернуть его на доработку чтобы пользователь еще раз подумал и дал параллельный ответ разделение на комнаты работает во всех браузерах рейнур на мобильном устройстве должно работать точно так же как и как и на десктопе и еще если мы заканчиваем тему про виртуальный класс мы добавили такую дополнительную возможность которая позволяет нам решать какие-то сетевые или браузерные проблемы с нашим вебинаром здесь в частности я говорю про кэш если вдруг у нас что-то идет не так мы понимаем что и пользователь и преподаватель все сделал правильно но возможно браузер что-то закэшировал мы можем нажать кнопку очистить кэш и решить какие-то проблемы которые возникают с демонстрацией или с вебинаром не покидая комнату не отвлекаясь на значительное количество времени ну это просто как информация чтобы вы не забывали об этом если вдруг что-то пойдет не так заканчиваем с виртуальным классом и переходим к новому объекту который называется учет времени по работам это новый объект его раньше не было вебтутер сейчас он появился почему это стало актуальным потому что практически все ушли на дистанционную работу и появилась необходимость отслеживать а сколько же времени сотрудник потратил на ту или иную задачу как известно компания вебсофт уже достаточно давно пользуется таймтрекером но это у нас мы сделали это для себя и это было сделано с помощью кастомных инструментов с помощью типов документов сейчас пришло время добавить это в коробку как мы говорим и появился новый тип объекта учет времени по работам находится этот тип объекта в модуле проекты позволяет хранить информацию о сотруднике о задаче и о времени которые потрачены на выполнение этой задачи карточка достаточно простая но тем не менее у нас эта возможность используется очень широко компания вебсофт следит и анализирует время которое тратится на работы по проектам наша проектная команда использует таймтрекер как используют этот новый тип объекта ну есть несколько способов во-первых можно с помощью редактора страниц сделать какой-то портальный интерфейс сейчас стандартной карточки пока нет на портале но тем не менее можно использовать но компания вебсофт использует таймтрекер который записывает время потраченные сотрудникам как раз в эту карточку то есть создается карточка которую фиксируется отрезок времени потраченный сотрудникам это просто на этом сайде изображен наш таймтрекер который показан здесь только для примера он никак не связан прямо не связан с вебтютер он написан даже с использованием другой платформы но тем не менее компания вебсофт использует такие таймтрекеры и собственно вы тоже можете начать это делать если в этом есть необходимость теперь есть куда записывать время теперь не нужно городить огород с кастомными типами документов они часто бывают разными они бывают портальными когда он работает на портале он может быть в качестве мобильного приложения он может быть в качестве как на этом скриншоте Возможно, в новой версии мобильного приложения WebSoft.HCM на платформе Xamarin появится тайм-трекер. Но эта информация пока не точна. Про это все. Опять же, появилась новая возможность использовать документооборот в задачах. Если вы знаете WebSoft.HCM, то вы знаете, что сами задачи там есть достаточно давно, но никаких широких действий в их отношении выполнить было нельзя. То есть у нас, как список задач, мы можем выполнить, она может быть в определенном статусе, но помимо того, чтобы изменить статус, мы ничего не могли с ней делать. И если вдруг у нас появлялась необходимость организовать какой-то процесс, то нам приходилось делать это с помощью заявок, прикреплять заявку в документооборот. А если у нас процесс содержит несколько шагов и несколько действий, то нам приходилось как-то связывать между собой заявки, и это все не очень было удобно. Мы пришли к мнению, что тот же самый механизм документооборота нужно сделать и для задач, чтобы нам не использовать заявки повсеместно. И такая возможность появилась. И теперь мы можем формировать, например, список задач какой-либо. Он может отображаться на портале, и у каждой этой задачи будет свой документооборот. Например, для чего это можно использовать? Приходит сотрудник на работу в компанию. Для того, чтобы он начал работу, необходимо выдать ему новый компьютер, выдать ему, не знаю, рабочую одежду. Выдать нужно, чтобы он прошел собеседование со службой безопасности. То есть вроде как у нас есть один процесс, но в этом процессе есть разные задачи, которые не всегда прямо связаны между собой. Например, в службе безопасности неинтересно, когда ему выдадут компьютер. Или наоборот, у них свои этапы согласования и так далее. В целом это один процесс. Прием сотрудника на работу. Задачи привязаны к основному процессу, но тем не менее могут ходить по своим каким-то этапам согласования. Теперь для этого можно использовать задачи. Например, у нас есть какая-то головная заявка, одна на все, на весь процесс. К этой заявке привязаны задачи. Задачи выполняются разными подразделениями в меру своей готовности. После того, как все задачи выполнены, головная заявка, она тоже может считаться выполненными. Ну, такая логика. Такую логику мы рассматриваем. Сами задачи, опять же, представлены в блоке проекта. Мы в веб-софте активно используем этот модуль. Мы свою проектную деятельность как раз в этом модуле ведем и задачи для этого используем. И насколько я помню, я могу ошибаться, но вроде есть интерфейс для отображения задач на портале. Но если его будет недостаточно, очень просто, с помощью редактора страниц можно создать простой список задач. Либо непростой список задач, как и с карточками. Ну, и вполне легко можно отобразить их на портале. На следующем слайде мы видим карточку типа задачи. Она, как мы видим, достаточно проста. Нам здесь, как и в заявке, как мы привыкли работать с заявками, нам достаточно здесь указать название и выбрать документ-оборот. И все заявки, которые будут привязаны к этому типу, все задачи, которые будут привязаны к этому типу, они будут использовать вот этот документ-оборот, который мы указали. Идем дальше. Поддержка коротких ссылок. Лично я, когда вижу ссылку в адресной строке на какую-нибудь карточку курса или раздел портала, мне эти ссылки всегда не нравились, честно вам скажу. Они были длинные, они, ну, сразу видно, что это не какой-нибудь сайт, а что это именно портал веб-софт HCM. И, ну, мне такая ссылка не казалась изящной, скажем так. Сейчас мы этот подход пересмотрели и сделали ссылки более простыми и короткими. При этом, если вы обновите ваш веб-софт HCM, вам не придется что-то вручную где-то менять, заменять, все начнет работать так, как есть после обновления. И вот на этой картинке мы видим пример ссылки, которая была. Мы видим, что она не очень короткая. Моральные мучения доставляют необходимость ввести ее руками. Если вдруг нам прислали какой-то скриншот и нам надо что-то проверить. Ну, в общем, неудобно. Теперь ссылка выглядит вот так. Она стала гораздо короче. Мы избавились от нескольких значений. В ссылке указаны только необходимые параметры. На мой взгляд, стала гораздо красивее. Поэтому этот механизм работает без всяких промежуточных решений. Что-то вроде правил. Эти изменения внесены в ядро. И они у вас появятся, как только вы обновитесь. Ну, и для тех, кому интересно, как теперь формируется ссылка, мы видим, что немножко теоретической информации о том, что у нас теперь ссылка формируется из, собственно, адреса портала, кода, это идентификатор типа объекта, Object ID и ID. И вот вместо такой длинной ссылки, такой, мы можем использовать вот такую. На мой взгляд, разница очевидна. И выглядит все гораздо удобнее, симпатичнее и дешево-богато. Ольга, задачи не обязательно могут использоваться для оценки. По сути, это отдельная сущность, которую можно использовать везде. Можно и в оценке при необходимости. Но, на мой взгляд, их применение ну, как бы не совсем для оценки справедливо. На мой взгляд, это какой-то процесс, ну, задачи нужны для систематизации какого-то процесса. Например, проект, в котором есть задачи и подзадачи. Подзадачи, кстати, могут, ну, задачи могут иметь иерархическую структуру. Не просто плоский список, а иерархию. Ну, вот, еще раз повторяю, мы это делаем, мы их используем для организации работ, для наших проектов. Самая распространенная задача. Райанур Поксамарин будет отдельный, отдельный вебинар. Он уже состоится в декабре. Расскажем про него. И еще ряд таких небольших изменений, которые тоже сделаны в последнем релизе. На мой взгляд, они способствуют некому удобству для работы портала, для работы администратора в админке. Ну, давайте их сейчас рассмотрим. Если вы помните карточку электронного курса на портале, вы помните, что она содержит некую карту курса, где отображаются разделы электронного курса. Эти разделы могут быть, в качестве разделов могут быть использованы модули, тесты, материалы библиотеки, текст-файл, папки и так далее. Но до определенного момента была некая сложность с отображением иерархической структуры. То есть, мы не могли отображать сложную структуру, если вдруг такую необходимо использовать. Сейчас мы это изменили. Теперь может быть отображена на портале в карточке курса сложная иерархия. Например, в «Одвинке» я создал электронный курс, в котором есть папка, в этой папке вложена еще папка, в этой папке есть некие модули и тест, и в этой папке есть еще одна папка. На скриншоте мы видим такую трехуровневую иерархию. С этим раньше были проблемы. Эти проблемы сейчас решены, и мы можем наш один электронный курс создавать со сложной структурой, и со сложными правами доступа. Ну, по сути, он может заменять некую, например, учебную программу. Очень грубо. И таким образом он будет отображаться на портале. Эта проблема сейчас решена. Можно попробовать это использовать. Надеюсь, это ваши какие-то цели поможет закрыть. Появились системные события, связанные с выполнением заданий. опять же, если вы активно используете модули дистанционное обучение, то вы знаете, что там есть задания, которые можно назначать пользователям. Пользователь их выполняет на портале и какой-то результат формирует. Опять же, возвращаясь к нашему текущему дистанционному обучению администраторов, мы очень активно используем там задания. Задания входят в план обучения. Сначала идет некая теоретическая часть, потом пользователь должен выполнить задание, а преподаватель должен это задание проверить. И вот эти задания были. Кроме как посмотреть их в списке, ничего с ними особенного нельзя было поделать. Эта ситуация опять же изменилась. Мы добавили системные события, которые срабатывают при изменении статуса задания, выполнении задания, и при сохранении карточки выполнения задания. Самый такой простой вариант, который можно здесь реализовать с помощью этих системных событий, это уведомление преподавателя. Сейчас этот процесс становится более удобным, мы можем автоматизировать уведомление. То есть если у нас учащийся на портале выполнил какое-то задание, его сохранил преподавателю, срабатывает системные события, преподавателю например уходит уведомление со ссылкой на это задание. Очень удобно. Так как и со всеми системными событиями мы можем настроить блоки операций, которые оно будет выполнять, но здесь уже что называется все зависит от ваших предпочтений. Требуется ли только уведомление или выполнение какого-то связанного системного события, это уже не так важно. Ну и вот собственно вторая карточка системного события, которая срабатывает при сохранении. В принципе их работы понятия. Небольшие изменения, которые произошли в админке в софт HCM, но которые также могут показаться вам удобнее. Первый из них это новые возможности работать с фильтрами. Как вы знаете, если мы раньше создавали фильтр, мы могли его либо выбрать в админке и использовать, либо его не выбирать. Нажать кнопку очистить поле. А если нам нужно было что-то в этом фильтре поменять, то нам надо было его открыть, удалить какой-то параметр, добавить параметр и так далее. Это было райнур, я вас очень понимаю, это было не очень удобно, потому что очень много кликов, было не очень удобно. Эта ситуация поменялась. теперь 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 если у нас есть фильтр мы можем здесь же в этом виде где этот фильтр используется заходить с помощью одного клика и менять какие-то параметры. На этом скриншоте мы видим что есть некий фильтр который фильтрует сотрудников по ФИО и организации и если мне необходимо изменить значение для ФИО то я просто нажимаю один раз мышкой и ввожу то что мне нужно. аналогично с организацией мы можем здесь же выбрать ее из списка не нужно делать несколько лишних кликов и администратору работать гораздо удобнее особенно если фильтр сложный дальше мы развиваем эту возможность работы с предпросмотром для объектов и на этом скриншоте мы видим что есть список сотрудников для которого мы можем включить возможность предпросмотра мы очень осторожно добавляем сюда поля чтобы не перегружать этот интерфейс но в частности здесь теперь появилась возможность отображать фотографии то есть файл который прикреплен к карточке объекта но в данном случае мы говорим про фотографии пользователя если это будет другой список то там могут отображаться другие фотографии и теперь это здесь есть щелкая по каждому сотруднику в центральной части списка у нас в правой части в окне предпросмотра будет меняться информация и сразу будут отображаться их фотографии если они есть ну очень удобно если вдруг надо кого-то быстро найти например по паспорту по фотографии в паспорте и опять же райдур наверное очень оценит появилась возможность проверки на уникальность кода теста при его сохранении небольшая доработка но на мой взгляд очень полезная очень полезная для администраторов потому что теперь не нужно вспоминать какие коды мы уже использовали для тестов websoft.h7 нам подскажет если такой код уже есть мелочь а приятно что называется ну и на мой взгляд это значительно может снизить количество ошибок администратора особенно если он еще не очень опытный или если работает несколько администраторов такие положительные перемены они появились теперь о переменах немножко более значительных о переменах которые произошли в модуле учебный центр как вы знаете в модуле учебный центр можно сформировать план обучения по которому раньше могли заниматься только сотрудники отдельные сотрудники но теперь мы добавили возможность формирования плана обучения для группы то есть нам не нужно формировать план обучения в отдельности для каждого человека и не дай бог его потом редактировать что-то там добавлять какой-то этап или задачу в план для многих сотрудников сейчас мы можем сформировать план для группы в карточке плана обучения мы можем выбрать для кого формировать план для сотрудника или для группы вот в поле типа мы как раз видим что здесь в данном случае план сформирован для группы группу мы можем использовать заранее заготовленную мы можем добавить в нее сотрудников и выбрать ее здесь Все изменения, которые вносятся в план, они будут сразу применяться для всех сотрудников И, например, если сотрудник, входящий в группу, входит на портал, он видит новую задачу, которая появилась у него в плане Либо наоборот, он видит какие-то изменения Появилась в плане обучения возможность настройки рассылок для этапа Как мы знаем, план обучения может включать в себя этап, а этап может включать в себя какие-то определенные задачи Курсы, мероприятия, тесты, задания И для каждого из этапов мы можем теперь указать шаблон уведомления, который нужно отправить При начале этапа и при его завершении Вот на этом скриншоте мы видим, что у нас есть предрассылка и пострассылка Выбрав здесь необходимые шаблоны уведомления, они отправятся, когда будет необходимо В зависимости от того, какие даты указаны для начала и для окончания этапа Помимо этого, рассылку можно добавить в любом месте структуры плана обучения Например, если у меня есть сложная структура плана обучения с несколькими этапами В этапе есть десяток каких-нибудь задач Мы можем между этими задачами вставить задачу, которая называется рассылка информационного сообщения То есть объект, который называется рассылка информационного сообщения Вставляем, указываем тип шаблон уведомления И при наступлении определенных параметров, при наступлении даты определенной Это уведомление отправляется На этом же скриншоте мы видим, что срабатывание назначения задач Либо срабатывание этой отправки уведомления Можно настроить, чтобы они выполнялись автоматически, либо вручную То есть, например, если у меня в структуре плана обучения есть необходимость пройти электронный курс То он может быть назначен автоматически, либо вручную Если мы здесь укажем автоматически, то он назначится сам, без участия администратора И здесь же в карточке плана обучения у нас появился раздел, который называется «Результаты» В котором подображаются результаты выполнения задач из этого плана обучения пользователями То есть, если у нас предусмотрено прохождение курса, то у нас здесь отобразится список назначенных курсов, тестов, результатов мероприятий, выполнения заданий и так далее По мере того, как пользователи начинают или заканчивают проходить эту задачу, курс, тест, либо задание Здесь меняется информация об этом То есть, статус, даты и так далее Теперь мы можем в карточке одного плана обучения видеть прогресс обучения по пользователям Несмотря на то, что план сформирован был именно для группы, а не для каждого пользователя в отдельности На этом основные наши сегодняшние вопросы исчерпаны Хочется сказать о том, что будет сделано в будущем В частности, уже практически готово новое мобильное приложение WebSoft Mobile на платформе Xamarin И оно доступно сейчас в магазине приложений для Android и для iPhone Поэтому вы можете найти и попробовать его использовать Единственный нюанс Вы не сможете подключиться к серверу, к нашему клиентскому порталу Но нужно использовать другой адрес То есть, news.websoft.ru не подойдет Насколько я помню, нужно просто использовать websoft.ru и вашу учетную запись для нашего портала Но основной разговор об этом состоится чуть позже Про мобильное приложение и платформу Xamarin мы расскажем чуть позже на отдельном вебинаре Появится новый модуль адаптация Сейчас процесс адаптации включен в модуль развития карьеры Но мы посчитали, что это слишком разные процессы И, наверное, стоит вынести их в отдельный модуль Интерфейс для работы с развитием карьеры и адаптации будет существенно переработан Портальная часть будет изменена И, скорее всего, последует переработка структуры модулей Об этом тоже расскажем чуть позже Появится магазин скинов Коротко забегая вперед скажу, что в websoft.htm появится возможность Устанавливать, ну, выбирать какую-то шкурку Скины, как это принято называть И устанавливать их для портала целиком Подразумевается, что их будет несколько скинов То есть сейчас у нас есть некий определенный стандартный дизайн Который доступен при установке и при обновлении Здесь появится возможность выбора дизайнов портала Скинов на ваш вкус Да, появится, наверное, более производительный медиа-сервер Для виртуального класса Нас не очень устраивает решение курента Слишком высокие запросы по производительности этого сервера Мы рассматриваем использование дополнительного медиа-сервера Расскажем про приложение Marathon обучения Оно сейчас готовится к выходу Расскажем, как с его помощью можно организовывать Дистанционное обучение сотрудников Как раз вот с тем, что мы рассматривали В планах обучения с курсами, тестами, заданиями И для админки мы анонсируем новые цветовые решения Появятся новые темы Контрастные темы Тема Windows 10 Которая позволит сделать жизнь администратора WebSoft HCM Более привлекательной, красочной и яркой Вот все, что я пока хотел бы сказать Если есть вопросы, то я готов на них ответить Алексей, по поводу предварительного и пост выполняемого кода Я передам нашим разработчикам Алина, не совсем понимаю, о чем говорите Передачу данных во второй попытке теста Напишите, пожалуйста, в техническую поддержку Коллеги вам подскажут Александр, к сожалению, по поводу медиасервера Не могу прокомментировать Наверное, у этого решения есть основания Но надеюсь, этот процесс перехода на новый сервер Пойдет безболезненно Если вопросов нет, то всем большое спасибо за участие За ваше внимание Запись вебинара я направлю в ленту на нашем клиентском портале Чуть позже Как я говорил в самом начале Полный список изменений доступен на нашем портале В разделе документация Пожалуйста, прочитайте Если будут вопросы, пишите нам Все, спасибо, до свидания Продолжение следует...